Сергей расскажет, как надо кормить голубей ягодами. Для начала голуби должны быть привычны к ягодам. Вот, например, на базаре у нас водятся самые привычные к ягодам голуби. Они клюют, кто виноград, кто арбузы, причем и арбузные семечки из разрезанного арбуза, и сам арбуз. И все подряд, и сейчас иду покупать сливы, и голубь садится прямо на лоток с черникой на большой, и прямо лапами по нему топ-в-топ-в-топ, клювом раз там ковырнул, два ковырнул, одну ягодку проглотил, я прям видел, как он ее в клюве повернул и проглотил в ягодку черники, и прямо после этого нагадил прямо в чернику. И таких голубей на базаре много-много. Скажите, чем голуби в основном питаются в природе? А то все думают, что они такие зерноядные. В природе до того, как человек устроил поля, засеянные зерном, зерна вовсе не было. Были маленькие щупы и зерночки каких-то зваков. И всем животным приходилось питаться там травкой, точными полузрелыми семенами, цветочками, почками, какими-то мелкими насекомыми, беспозвоночными. А с переходом человека, с его земледелием, очень многие животные подстрастились к зерну, которая для них пища неестественная, и устроили себе концентрированный тип кормления. Да, ну и голубкам нужно много травки, ягод. Они очень любят горец птичьей. Иногда в них просыпаются старые инстинкты, почти ими позабытые, и они клюют семена птичьего горца, крошечные маленькие зернышки, которые мельче макового зерна. Но они склевывают также и зелень, и семена дуванчиком. Субтитры создавал DimaTorzok